Добрый день участники видеоконференции. Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий образован в сентябре 2017 года на базе Алтайского НИИ сельского хозяйства путем присоединения к нему Всероссийского института пантового лениводства, Алтайского института животноводства и ветеринарии, Сибирского института сыроделия, Института садоводства Сибири и Горноалтайского НИИ сельского хозяйства. Основной целью деятельности научного центра является проведение фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по основным направлениям аграрной науки. Значительные результаты достигнуты в области растеневодства и в первую очередь в области селекции полевых культур. И серьезное развитие Алтайской селекции было связано с созданием в 1970 году Алтайского селекционного центра. Здесь не только велась масштабная работа по селекции, но и произошло укропление кадрового потенциала, произошло усиление технической обеспеченности. В целом нужно сказать, что за 70-е и 80-е годы не было ни одного сорта Алтайской селекции. Следующее десятилетие отмечается уже созданием трех сортов, которые пошли активно в производство. В настоящий момент Алтайский селекционный центр создал 138 сортов полевых культур. Из них 116 находятся в государственном реестре, 87 из которых подтверждено патентами. В настоящее время Алтайский селекционный центр ведет испытания в 8 сортов полевых культур и 3 сорта проходят испытания в соседней республике Казахстан. Создание сорта для нас не является самоцелью. Главная задача это его ускоренное размножение и использование в производство. Вот в связи с этим Алтайский НИИ сельского хозяйства значительно серьезно работает с элитно-семеноводческими хозяйствами. И в первую очередь по яровой мягкой пшенице работаем с такими предприятиями, как племзавод Комсомольская, ООО «Золотая осень» Алейского района, крестьянско-фермерское хозяйство Устинова Владимира Игоревича, Косихинский район, Алтайская продовольственная компания Волчихинский район, Алтай-Кукуруза, Ключевский район. Это только по яровой мягкой пшенице. По яровой твердой пшенице на самом деле это уникальная культура. Алтайский край всегда ею славился. На сегодняшний момент серьезный такой значительный спрос представлен к таким сортам, как памяти Янченко, Салют Алтая, Солнечная 573, Оазис. Эти сорта предназначены для различных природно-климатических условий Алтайского края и не только Алтайского края, но Западной и Восточной Сибири, Уральского федерального округа и рассчитаны на различные обеспечения материально-техническими ресурсами хозяйства. Семеноводство этих сортов ведут два предприятия. Это ООО «Альтаир» Локтевского района и крестьянско-фермерское хозяйство «Студеново» Ключевского района. Значительную часть посевных площадей, это порядка 350 тысяч гектаров, в Алтайском крае отводится под ячмень. И здесь наши селекционеры также достаточно активно и плодотворно поработали. По данным Россельхозцентра, по высеянным семенам лидирующие позиции занимают два сорта алтайской селекции, это «Сигнал» и «Ворсинский-2». Последнее время набирает обороты по широте использования новинка «Алей». Семеноводство этих сортов ведет СПК колхоз Фрузинский-Завьяловского района и крестьянско-фермерское хозяйство Голикова-Поспелихинского района. Значительный интерес для сельхозтоваропроизводителей представляет, конечно же, и такая известная культура, но многоплановая культура, как овес. И здесь наши селекционеры также создают ряд сортов, что, как говорится, на любой цвет и вкус. Это и зерно-укосного, и зерно-фуражного, и крупенного направления. Ну, конечно, наиболее такие значимые результаты в создании таких известных сортов, как «Корифей», «Пегас» и «Аргумент». Семеноводством занимаются племзавод «Комсомольская», крестьянско-фермерское хозяйство «Опасово» и СПК Фрузинский-Завьяловского района. Последние годы из зерновых культур значительный интерес мы наблюдаем по использованию сортов озимой пшеницы. Такой длительной, плодотворной работой по выведению зимостойких, высокопродуктивных, устойчивостью к ряду неблагоприятных факторов характеризуются два сорта алтайской селекции – «Жатва Алтая» и «Зимушка». Семеноводством «Жатва Алтая» занимается СПК «Колхоз Фрузинский» Завьяловского района и сортом «Зимушка» у «Октябрьского» Зонального района. Значительный интерес представляет для сельхозтоваропроизводителей в плане и кормообеспеченности, и в агротехнологической эффективности использования бобовых культур и, в первую очередь, гороха. На сегодняшний момент созданы ряд сортов, но наиболее популярные, наиболее востребованы сорта усатого типа – «Варяг» и «Алтайский усатый», и сорта с обычным листочковым морфотипом – это «Алтайский универсальный». Семеноводством занимается плембозавод «Комсомольская», Федеральный Алтайский научный центр, крестьянско-фермерское хозяйство «Устинова». Масличные культуры всегда были интересны, но в сфере последних экономических событий являются наиболее маржинальными культурами. Здесь представляет интерес сорт ярового рапса «Алтай-Аниск-4», который возделывается не только на территории Алтайского края, но и в Омской области, Новосибирской и в Красноярском крае. Подсолнечник – это любимая культура наших степников, для тех хозяйств, которые находятся в степной зоне Алтайского края, конечно, это же палочка-выручалочка. И сегодня алтайскими селекционерами представлена линейка сортов, которые очень удачно вписываются в природно-климатические условия и также имеют разную направленность. Это сорта, которые направлены на получение масла, «Кулундинский», «Кулундинский-2», «Кулундинский-4». И с 2020 года передано на сортоиспытание крупноплодная форма, кондитерская форма «Забава». Для Алтайского края проблемы кормопроизводства всегда были интересны и находятся в постоянном фокусе наших аграриев. Для этого представлена достаточно большая линейка кормовых культур, но в целом хотелось бы отметить такую страховую, засухоустойчивую культуру, как проса. На сегодняшний момент проса «Барнаульская-98», «Алтайская-Золотистая», «Барнаульская-18» они удовлетворят любой спрос и в любых природно-климатических условиях, как края, так и его за пределами. Суданская трава – это кормовая культура, которая является дополнением к кукурузе, прекрасно селосуется. Она также представлена линейкой таких сортов, как приолейская, кулундинская, приопская и в любой природно-климатической зоне обеспечит эффективное кормопроизводство. В целом нужно сказать, что без развитой системы семеноводства очень сложно оценить эффективность селекционных достижений. И алтайскими учеными разработана ускоренная схема ведения семеноводства, которая позволяет уже на третий год испытания довести площади посева до 300 тысяч гектаров. Также разработана технология быстрого размножения оригинальных семян, где задействованы как селекционные лаборатории, так и лаборатории семеноводства нашего алтайского неисельского хозяйства. Говоря об эффективности использования сортов, нужно отметить, что по нашим наблюдениям в базовых хозяйствах, которые активно работают с институтом, где используются все селекционные новинки и достижения, нужно отметить рост урожайности на 5-7 центров с гектара по сравнению с теми, которые были ранее используемы. И в соответствии экономическая эффективность достигает от 1,5 до 2 тысяч рублей с гектара. Поэтому грамотная политика по использованию сортов, по отбору, активная позиция по сортообновлению и сортосмене – это залог успешного ведения растеневодческой отрасли. Уважаемые участники совещания, кадровый потенциал алтайского неисельского хозяйства, материально-техническая обеспеченность предприятия, наличие земельных угодий – все позволяет вести грамотную политику в создании сортов и семеноводства. В одном предприятии сосредоточены как селекционеры, которые создают сорта, так и семеноводства, так и семеноводы, которые эти сорта размножают. На примере нашего опытного поля, сегодня опытное поле составляет только на территории алтайского неисельского хозяйства полторы тысячи гектаров. В центре степного земледелия, который расположен в Ключевском районе, 800 гектаров. Мы способны самостоятельно и очень эффективно ввести первое первичное семеноводство для того, чтобы обеспечить наши элитно-семеноводческие хозяйства качественными семенами, оригинальными семенами. Спасибо за внимание.